МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Территорий в Южной столице и еще нескольких городах приведут в порядок. У нас с вами союзников, громадное количество жителей Ростовской области. Нужно просто с ними взаимодействовать. В Ростовской области возобновили программу благоустройства дворов. Скорая и пожарная проехать не смогут. Там идет центральная труба, которой мы питаемся водой. И ее может задеть мороз, и мы останемся полностью без воды. Жители переулка Кирилловского южной столицы надеются на скорое устранение провалов на дороге. Реквием по погибшим прозвучал на Самбекских высотах. Именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем. Именитые музыканты и артисты выступили в память об освободителях Дона. Экскурсии не прекращают, а экспонаты реставрируют. Мы надеемся, что мы уверены, что музей продолжит свою активную творческую деятельность. Жизнь в Таганрогском художественном музее продолжается. Обойтись малой кровью. И для того, чтобы я еще раз повторю, не делать им большие, серьезные операции в виде трепанации черепа, мы справляемся с тренированием этих гематом. Донские нейрохирурги запатентовали новый метод лечения травм у детей. Подхват под две ноги. Именно так называется прием, благодаря которому в финале была повержена соперница. Новочеркасская дзюдоистка Анастасия Нужненкова привезла золотую медаль из Екатеринбурга. Долгожданная победа Ростова, голевая феерия в Песченокопском и встреча с болельщиками перед началом гандбольного сезона. О главных спортивных событиях расскажем в нашем дайджесте. Самая волнительная дата для первоклассников, родителей и педагогов. Во всех школах Ростовской области отметили День знаний. Регион принял участие в федеральном марафоне открытия школ и детских садов, которые в режиме видеоконференц-связи провел президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что 1 сентября в нашей стране свои двери распахнули 160 новых школ, а также почти 1300 школьных зданий, обновленных после капитального ремонта. В результате еще более 630 тысяч учеников России смогут получать знания в современных комфортных условиях. В свою очередь губернатор Василий Голубев доложил президенту о ходе строительства и ремонте донских образовательных учреждений, а также поблагодарил за решение о модернизации системы образования. Сегодня поплывал в нескольких школах новых, обновленных. И благодарность за программу, которую по вашему поручению реализует сегодня вся страна. Быстрая реакция правительства Российской Федерации на обращение позволяет не только модернизировать, но и строить школы. Мы 4 новых сдали сейчас, еще 6 сдадим до конца года и будем продолжать. Благодаря федеральной поддержке ежегодно на ремонт школ и детсадов выделяется почти полтора миллиарда рублей, что позволяет капитально ремонтировать в среднем 30 учреждений в год. В Донском правительстве сообщили, что до конца 2023 года в 16 школах области завершится создание совершенно новых образовательных пространств с самым современным оборудованием. Многие идеи, которые реализовали во время капремонта, предложили сами школьники, сообщил губернатор. Пять спортзалов, агролабораторий и классы с космическим уклоном. В Ростове-на-Дону открыла двери для учеников самая большая школа на юге страны. Валентин Матвиенко побывал на торжественной линейке. Мы живем неподалеку, и мы очень часто приходили сюда и наблюдали за всем этим строительством. А в итоге сын рад и счастлив, что идет именно в эту школу. Открытие школы на Зорге ждали не только Королевы, но и многие другие семьи Западного. Микрорайон активно застраивается. В 2021 году на возведение нового корпуса школы номер 60 было выделено почти 2 миллиарда рублей. Образовательное учреждение рассчитано на 1650 учеников в одну смену, а его площадь более 26 тысяч квадратных метров. Запуск, как и уклон образовательного учреждения, поистине космический. Я надеюсь, и в будущем здесь будут учиться, и сейчас придут в школы ребята, которые свяжут свою жизнь с космической отраслью. Пользуясь возможностью и вашей школе, и всем школам Ростовской области, всем детям Ростовской области пожелать хорошего учебного года. Сегодня в городе беспрецедентно происходит программа по модернизации и развитию системы образования. Сегодня, 1 сентября, открывает двери 6 новых школ. При поддержке губернатора мы одномоментно сегодня строим и ремонтируем 11 школ. В оснащении школы использовали самые передовые технологии. На четырех этажах просторного здания размещены учебные кабинеты и лаборатории. Столовая на 600 мест и актовый зал с концертным оборудованием. А для занятий физподготовкой есть закрытый стадион с футбольным полем и 5 спортивных залах. Кроме того, специализированные кабинеты помогут с ранних лет определиться с будущей профессией. Я действительно мечтал о этой профессии. Юрий Алексеевич Гагарин всем нам открыл дорогу в космос. Ваша школа космическая. Сделайте так, чтобы ваша школа была просто космос. Для меня, как для доктора, очень важно, что эта школа реализовала главные принципы здоровья, сбережения наших детей. Школа светлая, просторная, с хорошей вентиляцией. Красивые классы, светлые парты соответствуют возрасту ребенка. В новой школе ученик точно найдет себе занятие по душе. Здесь интерактивные классы сменяются лабораториями ракетостроения, промышленной робототехники и растениеводства. А для любителей творчества созданы хореографические и гимнастические залы, а также многое другое. А всего в Ростовской области 1 сентября приняли учеников 4 новые школы на 3 250 мест. До конца этого года на Дону планируется завершить строительство еще 6 школ почти на 6 тысяч мест. Валентин Матвенко, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону. Отметили день знаний не только школьники, но и студенты. Учащихся первого на юге страны университета ЮРГПУ имени Платова поздравил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Из казачьей столицы Анастасия Изюменко. Для первого вуза на юге России сегодня начинается новый 116 учебный год за всю историю ЮРГПУ имени Платова с 1907 года. Эта традиция была прервана лишь однажды в суровом 1942 году. Сегодня же двери во взрослую жизнь открылись для более трех тысяч первокурсников. Поздравил студентов с праздником полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Образование, которое дает университет, востребовано на рынке труда. Вы приобретаете знания, навыки, необходимые для развития современной промышленности и экономики. Получите четкое представление о спектре преодолимых технологий. Будете способны, если захотите, стать настоящими капитанами производства. Пол предпрезидента также вручил дипломы об окончании университета офицерам, успешно прошедшим обучение в военном учебном центре и убывающим войска для дальнейшего прохождения службы. Университет дал нам знания, опору, дисциплину, выдержку военную и все профессиональные военные навыки, которые нам понадобятся на военную службу. Образование здесь очень качественное. Наши бывшие выпускники уже занимают достаточно высокие посты в Министерстве обороны и в армии в целом. За годы своего существования университет подготовил более 160 тысяч первоклассных специалистов. Университет вносит серьезнейший вклад в суверенитет нашей страны. В первую очередь технологический суверенитет. Много работает и на космос, и крылья новых современных самолетов нашей России. Матвей Иванович Платов, имя которого носит университет, я думаю, всякое дело свое, уверен в этом, начинал всегда с молитвы. И потому, садясь за парту, всегда скажите, Господи, благослови и наш труд. Так было, так есть и так будет всегда. Отмечу, что в 2023 году университет стал лидером среди технических вузов страны по реализации программы целевого приема абитуриентов в интересах ведущих промышленных предприятий. Анастасия Изюменко, Владимир Голодский, ДОН-24, Новочеркасск. Одна из старейших ростовских школ под номером 49 открыла свои двери после капитального ремонта. Удалось ли строителям сохранить исторический облик здания и как оценили изменения ученики, расскажет Маргарита Аликулова. Полуразрушенная кровля, трещины на стенах. Теперь это лишь неприятные воспоминания для 49-й школы. Всего за год учебное заведение преобразилось. Фасад исторического здания, построенного в начале прошлого века, отреставрировали. А внутри обустроили удобные зоны для отдыха, современную столовую и спортзал с новым инвентарем. За время капремонта ученики соскучились по школе. Изменениями довольны. Очень нравится. Я думаю, что теперь будет учиться еще приятнее и легче. Синтез истории и современности. Такова концепция нового дизайна школы. На стенах фото знаменитых выпускников, а также важные даты в летописи учебного заведения. Наша образовательная среда не только для того, чтобы бегать, общаться, играть, но для того, чтобы познавать историю нашего города. Главные герои на празднике знаний, конечно же, первоклассники. Робко передвигаясь за учителем, они готовы открывать для себя новое. А вот Миша Мельников чувствует себя уверенно. Он уже нашел друзей, хотя еще вчера немного переживал. Волнения были. Много очень. Мама собирала все. Поздравил первоклассников и их родителей с Днем знаний председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. А после линейки осмотрел обновленные классы. Глава Донского парламента напомнил, решение о том, как провести ремонт 49-й школы, искали на протяжении 7 лет. С помощью специалистов было найдено, мне кажется, великолепное решение. Сохранить школу в историческом здании начала 20-го века, но при этом полностью его модернизировать. Внутреннюю часть сделать современной, а внешнюю фасадную восстановить по максимуму, приблизив к изначальному облику. Для старшеклассников спикер Донского парламента провел урок истории. Александр Ищенко обсудил со школьниками ключевые события региона в этом году. Маргарита Аликулова, Сергей Алфеев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Также 1 сентября празднуется День Донской иконы Божьей Матери, считающейся заступницей России и покровительницей Донского казачества. В южной столице чествование иконы Божьей Матери Донская пройдет 3 сентября. Рассказать подробнее, что будет происходить в этот день, мы пригласили пресс-секретаря Донской митрополии Игоря Петровского. Игорь Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Алексеевич. Вот для всех православных это большой и светлый праздник, но на Дону у нас принято отмечать его в первое воскресенье после 1 сентября. Как родилась такая традиция? Совершенно верно, да. Традиционно в церковном календаре Донской иконы Божьей Матери праздник отмечается 1 сентября. Но поскольку 1 сентября у нас основные торжества происходят в столице нашей Родины, и немало казаков туда даже уезжают, в Донской монастырь, где обычно идет большое богослужение, было принято решение, чтобы как бы не смазывать этот праздник, а сделать на нем особый акцент, отмечать на Дону Донскую икону в первое воскресенье после 1 сентября. Но еще это связано с тем, что сам праздник 1 сентября сложился с 16 века. В 1591 году Москва была спасена от войск хана Казагирея. И после этого там появился Донской монастырь знаменитый, а и произошло это событие 1 сентября 1591 года. А с тех пор утекло очень много воды, и у нас 1 сентября с 16 века немножко есть другой праздник, тоже очень важный. День знаний, все идут в школу. Ну и вот в том числе, чтобы и этот праздник тоже не пересекался, чтобы был вот отдельный свой день, не обремененный ни днем знаний, ни большими московскими событиями, было принято решение отмечать первое воскресенье после 1 сентября. Вот вся традиция. Также помимо отчествования иконы 1 сентября отмечается День российского казачества. Как связаны между собой эти два праздника? Я думаю, связаны так, что Донская икона была вообще вручена войску Дмитрия Донского казаками, согласно легенде традиции. И тогда произошло знаменитое Куликовское сражение 1380 года, результат которого навсегда изменил ход российской истории. Кроме того, у нас здесь на Дону казачьими атаманами Ефремовыми была очень почитаема Донская икона. Они даже в Старочеркасске основали первый храм, а затем монастырь в честь Донской иконы Божьей Матери, знаменитый наш Донской Старочеркасский монастырь. И атаман-вихрь Платов Матвей Иванович, 270-летие со дня рождения которого мы в этом году отмечаем, он тоже всю жизнь мечтал, чтобы Донская особым образом почитала здесь на Дону. Так что, думаю, не напрасно это совпадение, и то, о чем когда-то мечтал наш Донской атаман Платов, через 200 лет сейчас воплощается в этом празднике. Я напомню зрителям, что на нашем канале пройдет прямая трансляция честования иконы Божьей Матери Донская. Игорь Павлович, в связи с этим такой вопрос, божественная литургия, процесс довольно сложный, и, мне кажется, он будет малопонятен для человека непосвященного. Будут ли какие-то пояснения для зрителей во время трансляции? Ну, Александр Алексеевич, не Беном, не Тона, скажем так, божественная литургия. Прямо таких сложностей нету. Вообще многие люди и зрители, я думаю, посещают и знают, что такое литургия, как она устроена и как она протекает. Но для того, чтобы было не только молитвенно, но и интересно, и познавательно, с точки зрения просвещения, все три часа, то есть с девяти часов утра примерно до двенадцати, я буду с нашими телезрителями в эфире телеканала Дон-24 и буду давать определенные комментарии исторического, археологического толка. Мы узнаем о том, какие гости к нам приехали на Дон в этом году. А в этом году на Донскую икону приехало очень много людей и много епископов не только со всей Русской Православной Церкви, с территории России, но и с новых территорий, с Луганской Народной Республики, с Донецкой Народной Республики приехали владыки впервые. Икона очень почитаема у нас, поэтому праздник будет очень большой. Но я думаю, что кто будет его не в соборе встречать, а с нами на телеканале, тоже не останется безучастным и к этой радости прикоснется еще и узнает чего-то нового. Ну да, это будет даже, пожалуй, преимущество для наших телезрителей. Но это не могу не спросить. Донская икона Божией Матери является заступницей русских воинов. Всегда так было. Ну, известно, что Донское духовенство оказывает всестороннюю поддержку нашим военнослужащим. Не могли бы вы немного рассказать об этой работе? Все российское духовенство, и не исключение Донское, принимает участие в духовном окормлении нашего воинства. Кто-то на передовой, кто-то несет очень тоже тяжелый крест военного служения, капеллана здесь, в наших воинских частях. Конечно, мы не можем быть безучастны по отношению к тем событиям, которые происходят на внешнем контуре нашей страны. Но, повторяю, это служение, оно не родилось вчера или полтора года назад с началом специальной военной операции. Оно проходило уже десятилетие. И вот как оно начиналось когда-то много лет назад, так оно и продолжается. Честь и хвала этим воинам-священникам. Честь и хвала священникам, которые работают с нашими солдатами, с офицерами. Потому что служение это очень сложное. Требует очень большого духовного состояния определенного. Но я думаю, что солдатики, которые видят священника рядом с собой, они чувствуют ту великую поддержку, которую может оказать русская православная церковь человеку, выполняющему свой долг. Ну что ж, это приятно слышать, что наши воины находятся под такой защитой нашего духовенства. Большое спасибо, Игорь Павлович, что пришли к нам в студию. А я напомню, что чествование иконы Божьей Матери Донская пройдет 3 сентября в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону. А те, у кого не будет возможности присутствовать на празднике, смогут посмотреть прямую трансляцию Божественной Литургии на Дон-24. Вернемся к теме поддержки российских военнослужащих. Очередной специальный груз прибыл в пункт временной дислокации для наших бойцов. К спальным мешкам, одежде и медоборудованию добавили и помощь, собранную дончанами. Как доставляют такие важные отправления, расскажут мои коллеги. Мешок за мешком и самолет с грузом для донских бойцов пустеет. Военнослужащим в пункт временной дислокации доставили военно-технический груз на сумму более 20 миллионов рублей. Собрали все по заявке одного из именных подразделений нашего региона. Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона. Груз сопроводил заместитель донского губернатора Вадим Артемов. Это все, что необходимо батальону для нормальной жизнедеятельности. Ну, например, если говорим о стройматериалах, это доски, молотки, гвозди, бензопилы, дизель-генераторы. Если мы говорим в целом о необходимости совершенствования боевой работы, то это бинокли, это приборы ночного видения, это квадрокоптеры. Также бойцам батальона привезли спальные мешки, одежду, дождевики, маск-халаты, медоборудование и препараты. Часть помощи заставляется и без заявок. Это вода, продукты питания, фрукты и овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, а также неравнодушные жители области. Бойцы показывают заместителю губернатора условия полевого быта. Экскурсию проводит Олег. На гражданке он занимался мебелью. Навыки пригодились при устройстве здесь. Все по топорному, на скорую руку, но все равно получилось, ничего не ломается, ничего не протекает. Дома возвращение бойца ждет жена и сын. Но Олег уверен, поступил правильно. Надоело смотреть на это все. И все, и пошел. Спросил, можно, можно и все. Мне уже 41, так все равно, как бы у нас и постарше здесь есть мужчины. Как бы я тоже увидел, когда в военкомате такие взрослые сидят, думаю, о чем нет. Вот, уволился с работы и пошел воевать, все. Так же для себя решил и Андрей из Тацинского района. Возраст, говорит бывший десантник, не показатель. Это моя, так скажем, гражданская позиция, потому что уже обстреливаются наши приграничные территории. И хочу передать привет всему городу Маглановску, всему поселку Лудегорскому, родителям, брату, всем, кто меня знает. Завершает рабочий визит традиционное общение с военнослужащими. Вадим Артемов внимательно выслушал просьбы бойцов и пообещал их выполнить в кратчайшие сроки. Понимая, что сегодня ребятам надо в первую очередь, что нужно во вторую, где надо усилить, где поддержать. Главное, что настроение у ребят хорошее, боевое, готовы выполнять все поставленные перед ними задачи. Настроение боевое, атмосфера дружеская. И это главное. В ближайшие дни им отправляться в зону СВО. Петр Краевский, Анастасия Изюменко, ДОН-24. И к другим темам. Создание комфортной среды в Ростовской области стало главным вопросом экспертной площадки в Волгодонске, которую провел губернатор Василий Голубев. Задача такой встречи – учесть необходимые средства при формировании бюджета на ближайшие годы. Как будут совершенствовать систему благоустройства региона, знает Анастасия Изюменко. В этом году улучшат 127 территорий, в том числе 43 с участием средств федерального бюджета. Также в 2023 возобновили программу по благоустройству дворовых территорий. За счет облбюджета приведут в порядок 39 дворов в пяти городских округах. На экспертной площадке поступили предложения возобновить эту программу в 12 городских округах. В благоустройство выделяется финансирование по дворовым благоустроенным территориям. То есть, грубо говоря, есть территории крупные, где больше населенные жители живут. Соответственно, там ставятся площадки, тротуары, бордюры, озеленение. Все с этим связано. Также эксперты предложили изменить нормы уборки мусорных контейнерных площадок, а еще предоставить финансовую поддержку мероприятий по содержанию территорий. Как одно из предложений о том, чтобы мы могли комплексно увязать вопрос покосов, вопрос межквартальных проездов, детских площадок и непосредственно, да, там, спила деревьев в том числе, это я только как такую базовую часть освещения. Ну и самая, наверное, больная тема – это связанная с мусорными площадками. Сергей Ковалев предложил обязать регионального оператора содержать не только мусорные контейнерные площадки, но и прилегающие к ним территории. Губернатор Василий Голубев оценил представленные на экспертной площадке идеи. Донской глава отметил, что все они направлены на обеспечение и поддержание надлежащего технического состояния муниципалитетов. Усилия, которые мы прилагаем сегодня к реализации этих программ, они не должны ослабевать. Возможности для расширения использовать максимально. У нас с вами союзников громадное количество жителей Ростовской области. Нужно просто с ними взаимодействовать. Поверьте мне, если культура такого поведения хорошего, правильного будет достаточной, то убежден абсолютно, что все будет и чище, и комфортнее сегодня, и завтра. На основании предложения губернатор поручил региональному министерству ЖКХ проработать меры по совершенствованию системы благоустройства и включению в бюджет 2024-2026 годов. Завод по изготовлению компьютерной техники будет построен в Ростовской области. На месте будущего предприятия побывал губернатор Василий Голубев. Глава региона напомнил, соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Производство ноутбуков составит сначала 50 тысяч штук, а зачем будет увеличено до 100 тысяч в год. Убежден, что уже в 2025 году мы будем с вами свидетелями того, что появился не просто новый завод, а фактически новая отрасль продукции, которая востребована в любой отрасли и в любом регионе Российской Федерации. Донской губернатор и генеральный директор группы компаний «Бештау» дали старт строительству предприятия. Общий объем инвестиций в проект в составе около 8 миллиардов рублей. К 2025 году будет создано производство полного цикла. Открытие завода позволит снизить зависимость от импорта и создать более 700 новых рабочих мест. И в продолжении темы строительства. Настоящий оазис, так, пожалуй, можно сказать о сквере в поселке Тарасовском. О том, как было и как стало, в нашей одноименной рубрике. Вот такие крылатые качели теперь радуют детвору в новом сквере Тарасовского района. Рядом школа. Ребята рассказывают одно удовольствие после уроков провести время здесь, в цветущем ухоженном месте. После школы мы ходим в сквер, прыгаем на батуте, рисуем мелками и качаемся на качелях. После реконструкции в рамках программы «Комфортная городская среда» выполнили устройство электроснабжения, видеонаблюдение, оформили дорожное покрытие, появилась детская игровая зона. Сквер стал настоящим оазисом, где приятно находиться всем. Даже название у него соответствующее – семейный. Практически каждый день мы с детьми посещаем сквер. Наконец-то у нас есть что-то поближе на нашей стороне, где мы можем провести время с детьми. Дети после школы постоянно ходят в парк, им все очень нравится. Декорировать зону отдыха помогали и сами жители. Вот этих персонажей из мультфильмов сделала местная художница. Как рассказал глава администрации Тарасовского сельского поселения Андрей Бахаровский, появление сквера – долгожданное событие. И теперь к нему относятся с особой заботой. Здесь предполагалось, во-первых, разбить на зоны этот сквер. Он пускай небольшой, но тем не менее он многофункциональный. Здесь есть и транзитная зона, и активная, и приватная зона. Здесь много зелени. Основная цель госпрограммы – сделать села более комфортными для жизни людей, учить желания разных возрастных групп. На Дону началось досрочное голосование за кандидатов в депутаты законодательных органов власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Наш регион стал рекордсменом в стране по количеству открытых избирательных участков. Как на них проходит голосование, расскажет Александра Дурановская. Один людской поток сменяется другим. Кабины для голосования в Никлиновском ПВРе не пустуют ни на минуту. Свой выбор за кандидатов в депутаты новых территорий их жители делают с раннего утра. Для студентки мед. университета Каролины этот день важен вдвойне. Она голосует первый раз в жизни. Немного страшно, но настроение очень хорошее. Каждый голос, он очень важен. В пункте временного размещения «Звезда» Никлиновского района проживают 400 человек. Голосовать пришли практически все. У каждого свои надежды на избираемую власть. Мы пришли сюда голосовать за лучшее будущее, за мирное будущее. Вот и надеемся, что может быть счастлив на хорошие люди будут. Надеемся. Досрочные выборы депутатов парламентов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводятся почти во всех регионах России. 1 сентября в стране открылось свыше 300 избирательных участков. Больше всего – около четверти из них в Ростовской области. Находясь вдалеке от дома, от родного края, мы уже пользуемся правами, которые нам предоставила Конституция Российской Федерации. Закон превыше всего. Ну и как бы наш выбор сегодня определит наше будущее. Проголосовать жители новых территорий смогут на любом участке, в пункте временного размещения или на дому до 3 часов дня 4 сентября. Александра Друновская, Роман Беркалиев, Дон-24, Неклиновский район и Таганрог. Продолжим выпуск. Владельцы нескольких домов в переулке Кирилловском Южной столице буквально отрезаны от скорой помощи и аварийных служб. Причина – разбитая дорога с ямами внушительных размеров. Более того, ситуацию усугубляют регулярные ливни. Какие пути решения проблемы существуют, узнала Валерия Жукова. Владельцы нескольких домов в переулке Кирилловском Южной столице теперь отрезаны от скорой помощи, пожарных и аварийных служб. Причина тому – огромные ямы в и так разбитой дороге. Глубина ям в некоторых местах – человеческий рост. Из-за провалов к домам сложно не то что на машине подъехать. Некоторые жители боятся ходить здесь пешком, особенно в темное время суток. По словам местных жителей, проблема с провалом асфальта началась из-за частного ремонта водопровода. Как сообщил Ростовводоканал, здесь проводили капитальный ремонт, проложили новый трубопровод, переподключили абонентов и благоустроили разрытие. Ямы подрядная организация должна была устранить. Но начались ливни, работы остановились, провалы становились все глубже и шире. Горожане обращались в органы местной власти и специальных служб с просьбой решить проблему, но ответа, по их словам, не было. Проезда нет, скоро не проедет к нам, ничего не проедет. Мы ничего не можем проехать. Водоканал вообще не реагирует. Сказали, заявку приняли и все, ждите. Не успеем оказаться, как морозы удары. Там идет центральная труба, которой мы питаемся водой. И ее может задеть мороз, и мы останемся полностью без воды. В Ростовводоканале пояснили, провалы в асфальте остались, так как подрядная организация не выполнила условия договора. На данный момент она и вовсе подала на банкротство. Поэтому коммунальная служба приняла оперативные меры. Учитывая неудобства, которые испытывают местные жители, Ростовводоканал предпринял меры и засыпал разрытие щебнем. В ближайшее время будет решен вопрос по укладке капитального дорожного покрытия. Ямы действительно засыпали. Ростовчане надеются, что и асфальт в скором времени появится. Иначе на сколько хватит щебня – большой вопрос. Валерия Жукова, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону. О том, что еще произошло в Ростовской области на уходящей неделе, расскажем в нашем дайджесте. Заместитель начальника отдела МВД России по Миллеровскому району подозревается в получении взятки. Об этом сообщает прислужба главного управления МВД России по Ростовской области. Предварительно установлено, что полицейский за вознаграждение обещал обвиняемому гражданину избежать лишения свободы. Факт взятки был выявлен в результате совместной работы данских оперативников, собственной безопасности МВД и регионального ОФСБ. В случае подтверждения факта преступления сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством. Из-за стрельбы жителей дома в переулке Беломорском 20-Ж южной столицы эвакуировали, а территорию оцепили. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области, ночью мужчина стрелял из оружия по припаркованным во дворе машинам. Нарушителя нашли по горячим следам и задержали сотрудники полиции. А в полдень приехали спасатели и эвакуировали всех людей из дома. По словам очевидцев, там были найдены взрывчатые вещества. Предварительно установлено, что стрелявший использовал травматическое оружие, а сейчас оно отправлено на экспертизу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. 58-летний мужчина за денежное вознаграждение незаконно перевозил пассажиров на мото-параплане в Ростовской области. Нарушителя задержали транспортные полицейские совместно с сотрудниками Волгодонской транспортной прокуратуры на пустыре в Оксайском районе. Агрегат не имел опознавательных и регистрационных знаков, а у самого пилота не было разрешительных документов на подобные перевозки. В деле будет разбираться западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Коммерсанту грозит до двух лет лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Вы смотрите «Итоги недели» и вот о чем еще расскажем далее. Реквием по погибшим прозвучал на Самбекских высотах. Именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем. Именитые музыканты и артисты выступили в память об освободителях Дона. Экскурсии не прекращают, а экспонаты реставрируют. Мы надеемся, что мы уверены, что музей продолжит свою активную творческую деятельность. Жизнь в Таганрогском художественном музее продолжается. Обойтись малой кровью. И для того, что я еще раз повторю, не делать им большие, серьезные операции в виде трепанации черепа, мы справляемся. Тренирование этих гематом. Донские нейрохирурги запатентовали новый метод лечения травм у детей. Подхват по две ноги. Именно так называется прием, благодаря которому в финале была повержена соперница. Новочеркасская дзюдоистка Анастасия Нужненкова привезла золотую медаль из Екатеринбурга. Долгожданная победа Ростова, голевая феерия в Песченокопском и встреча с болельщиками перед началом гандбольного сезона. О главных спортивных событиях расскажем в нашем дайджесте. Отметили на уходящей неделе еще одну важную дату. Президент Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием освобождения Донского края от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства отметил значительный вклад дончан в приближение победы в Великой Отечественной войне благодаря прорыву красноармейцами Меусских рубежей. Мы всегда будем чтить подвиг и самопожертвование всех, кто приближал Великую Победу на Донской земле. В адрес наших ветеранов в этот торжественный день самые теплые слова признания и уважения. Так же достойно, как они, жители области, выполняют сегодня свой долг в ходе специальной военной операции. Приумножают традиции патриотизма и сплоченности, которые завещали нам наши деды и прадеды. 43-й год стал переломным в ходе Великой Отечественной войны. 2 февраля фашистов разгромили под Сталинградом. 23 августа победой завершилась Курская битва, а уже 30 августа красноармейцы освободили от захватчиков Ростовскую область. Спустя 80 лет на месте сражений жители региона вспоминали подвиги красноармейцев. Меусфронт просуществовал 445 дней. Нужно рассказать настоящую правду, что такое фашизм и как с ним боролись деды и прадеды. И особенно сейчас, когда бойцы нашей армии защищают страну, воюют за мир, обеспечивают нам суверенитет. В этот день на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» обрели покой 24 бойца Красной армии. Память о них почтили минутой молчания и залпами стрелкового оружия. А рота почетного караула торжественным маршем прошла по аллее, где захоронены 470 данских героев. А вечером 30 августа на Самбекских высотах впервые прозвучал реквием «Вечная слава героям» в исполнении оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Стихи читал народный артист Сергей Гармаш. Как это было, смотрите далее. «Именем жизни клянемся павшим героям, то, что отцы не допели, мы допоем». Реквием по погибшим впервые прозвучал в 4 часа утра 22 июня этого года в Москве. Теперь концерт памяти невернувшимся с войны исполнили на Самбекских высотах. «Самбекские высоты – это невероятно высокий знак этой могучей войны, в которой мы победили. Поэтому нам приятно сегодня читать, мне приятно читать реквием на этой земле рядом с этой энергетикой и рядом с этими павшими». «Все мы благодарные потомки, говорим слова признательности, низко кланяемся всем участникам, всем, кто погиб, всем, кто воевал, освобождал Ростовскую область». Концерт исполнил Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством дирижера Юрия Башмета, а также при участии камерного хора из Таганрога «Лик». Музыку к нему написал молодой композитор Кузьма Бодров, а стихи Роберта Рождественского читал актер Сергей Гармаш. Послушать выступление маэстро собрались зрители из всех уголков Ростовской области. «Уже была на концерте, поэтому второй раз с удовольствием иду». «Мы специально приехали, мы живем в городе Таганроге, и я считаю, что это очень важно, доносить до детей такие даты, такие вехи, и чтобы они точно знали свою историю, и тогда в жизни, опираясь на эти знания, они сделают правильный выбор». Юрий Башмет, хоть и ростовчанин, но на Самбекских высотах побывал впервые. Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи, не прошла стороной и родных прославленного дирижера. «Мой дедушка прошел войну, у него серьезные награды, у него и орден, медали и орден был, он меня всегда выделил на демонстрации, и гордился». Концерт именитых музыкантов вызвал бурные овации у донской публики. Выступление продолжится в рамках фестиваля в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Новочеркасске. Владимир Карловский, Валентин Матвиенко, Алексей Покатило, Дон-24, Неклиновский район. Для возрождения и поддержания народного творчества в Волгодонск съехались работники культуры со всей области. Их объединил ежегодный фестиваль «Донские зори». Каждый участник показал, чем и как живут национальности в разных районах Дона. На мероприятии побывали и мои коллеги. Я горжусь России родной, защищать ее. Всем сердцем буду рада. Семилетний Домир, несмотря на юный возраст, уже стал участником традиционного слета работников культуры. Его район представил актуальную для современности тему помощь бойцам специальной военной операции. А на других площадках царит атмосфера казачества. Женщины поют, шьют и мастерят, а мужчины работают с металлом и деревом. Всего на фестивале около 600 человек из 55 муниципалитетов. Каждый уголок региона показал презентацию о национальностях, проживающих в их городе или районе. «Очень хорошо, что существует такой фестиваль, потому что это возрождение нашего народного творчества, нашей народной культуры, которая сейчас, к сожалению, забывается нашим подрастающим поколениям. А мы пытаемся это все опять внести в массы, в народ. Поэтому пусть фестиваль живет. Мы рады принимать участие в таком мероприятии». Самый культурный фестиваль не обходится и без спорта. На различных площадках играют футбол, волейбол и настольный теннис. Кульминацией слета стало выступление лучших творческих коллективов и награждение победителей конкурса «Народы Донской земли». В соревнованиях мастеров лучшим стал Красноцулинский район. А гран-при, переходящий кубок, заслужили работники культуры Волгодонска. «Культура, которая во все самые сложные времена нашей Великой России была на передовой. И у нас, в Ростовской области, это замечательный отряд высокопрофессиональных людей, которые в своей отрасли создают условия для развития каждого уголка нашей Ростовской области». А завершился фестиваль «Традиционной встречи у костра», где работники культуры пообщались с губернатором и обсудили развитие творчества на Дону. Анастасия Изюменко, Владимир Галуцкий, Дон-24, Волгодонск. Развитие культуры на Дону всесторонне поддерживается. Для Таганрогского художественного музея закупят два новых автомобиля. По решению губернатора Василия Голубева на эти цели из областного бюджета направлено свыше 5 миллионов рублей. Напомню, что транспорт учреждения культуры был выведен из строя в результате террористической атаки 28 июля. Сегодня в музей люди приходят поддержать сотрудников и узнать, как проходит реставрация экспонатов. К экскурсионной группе присоединилась и моя коллега Наталья Тарасова. Экскурсовод Лидия Бондарь ведет группу из 16 человек от главного здания на Александровской к зданию в Лермонтовском переулке. От музея к музею обычная летняя экскурсия. Но в этот раз она приобрела особое значение. Мы, безусловно, хотели показать историю музея, показать то место, которое музей занимает в нашем городе. Ну и последние события, безусловно, тоже мы считаем необходимым осветить в этой истории музея. И мы надеемся, что мы уверены, что музей продолжит свою активную творческую деятельность, продолжит быть любимым местом отдыха горожан. Разрушена стена и кровля, выбиты стекла, уничтожено оборудование. Здесь проходила выставка «Золотые имена Серебряного века». Экспонировали работы Коровина, Серебряковой, Борисова-Мусатова. Люди пришли не из праздного любопытства. Им важно поддержать музей и его сотрудников. Дело в том, что когда открылась выставка, я ни разу не посетила, все откладывала. И ни разу не посетила, хотя все мне эти кабинеты известны были. Как это все выглядело, я об этом очень сожалею, что не вовремя попала сюда. Несмотря на то, что более-менее ощущается спокойствие в городе, эта ракета дает понять о том, что мы, история, культура, народ сейчас не в безопасности. Но и в то же время делается все необходимое, чтобы сейчас нас обезопасить. В момент происшествия в музее, к счастью, не было посетителей. Пострадали трое сотрудниц, но они уже поправились. 22 произведения искусства получили повреждения. Их реставрацией занимается русский музей. Что касается здания, то его должны передать Таганрогскому художественному в оперативное управление, пока у него нет возможности заниматься его восстановлением. Но, несмотря на это, здание уже законсервировано. Оно очень, будем говорить, сильно пострадало. И сейчас, когда могут быть осадки, покрыта кровля, здание обнесено металлическим забором. Затянутые пока временно пленкой окна. Директор музея и его сотрудники смотрят в будущее с оптимизмом. Они уверены, что здание будет восстановлено. А пока посетители принимают на Александровской. Ведь искусство вечно. Наталья Тарасова, Владимир Галуцкий, Дон-24, Таганрог. Не стоит на месте и Донская медицина. В ежедневной практике врачи областной детской клинической больницы подмечают интересные случаи, улучшают методики и совершают открытия. Какие разработки ростовских нейрохирургов недавно были запатентованы, расскажет Маргарита Аликулова. Нейрохирург областной детской клинической больницы Александр Пшеничный успевает и оперировать пациентов, и наставлять молодых специалистов, и даже делать научные открытия. Вместе с коллегой он запатентовал новый способ лечения хронических субдуральных кровоизлияний у детей. В полость гематомы устанавливают два трубчатых дренажа. Удаляют их после положительного эффекта. Уже 25 пациентов пролечено этим способом. Бывают спонтанные кровоизлияния, бывают врожденные аномалии сосудов, бывают черепно-мозговые травмы, бывают проблемы за свертвостью крови. И эти гематомы часто переходят у маленьких детей в разряд хронических. И для того, что я еще раз повторю, не делать им большие серьезные операции в виде трепанации черепа, мы справляемся дренированием этих гематом. Еще одно открытие ростовских нейрохирургов – новый способ ушивания послеоперационной раны. По словам специалистов, их метод ускоряет заживление участка кожи. А грубых рубцов практически не остается. Мы имеем дело с детьми, особенно с маленькими детьми, у которых достаточно нежные ткани, мягкие. Поэтому хорошее зашивание, хорошая герметизация послеоперационной раны – это важно. И потом дальнейший косметический эффект, как это будет выглядеть все потом, в дальнейшей жизни – это тоже очень важно. В областной детской клинической больнице не только нейрохирурги регистрируют свои открытия. Детские урологи, хирурги, реабилитологи и другие врачи активно занимаются наукой, отмечает главный врач Светлана Пескунова. Не могу не сказать о подделении детской онкогематологии. Тоже активно участвую в мультицентровых исследованиях и те протоколы международные, которые разрабатываются для те новшества, которые входят в лечение детям. Конечно, у нас используются и принимаем участие в их разработке и наработке. Патент в сфере медицины значит, что изобретение врача новое и по достоинству оценено экспертами. Открытия донских специалистов смогут помочь в борьбе за жизнь и здоровье маленьких пациентов. Маргарита Аликулова, Владимир Галуцкий, Дон-24, Ростов-на-Дону. Как в медицине, так и в спорте наставничество играет определяющую роль в достижении успеха. Хороший тренер – это мощная поддержка для новичка. Многочисленные награды и чемпионские титулы донских борцов и есть главный показатель тренерской работы высокого уровня. Герои следующей рубрики – Арминак Гайбарян. Воспитал уже не одно поколение выдающихся атлетов. Как воспитать не только чемпиона, но и достойного человека, знает Арминак Хевантович. За 50-летнюю тренерскую работу он вырастил олимпийских призеров, чемпионов мира и других достойных представителей классической борьбы. Большинство из них последовали примеру своего наставника и стали тренерами, в том числе в национальной команде страны. Вот тренируются ребята. Ну вот я смотрю, уже подходит возраст. Хорошие ребята, которые были неоднократные призеры страны, там мастера спорта международного класса, да, уже. Ну ему подходит время к 30 годам. Ну вот я как наставник уже вижу, начинаем готовить его к тренерской работе. Один из таких – Рамазан Абачараев. Прославленный спортсмен. Он побеждал на всевозможных соревнованиях. А в 2016-м стал чемпионом мира. Сейчас тренируют ребят в Ростовском центре олимпийской подготовки. Я до 33-х лет выступал. Поэтому есть чем поделиться с ребятами, чтобы они дальше росли. Хочется развивать, чтобы спортсмены с нашего региона показывали хороший результат. И спортсмены не подводят. Например, Владимир недавно вернулся в звании чемпиона Игры страны СНГ. В 10-летнем возрасте в секцию греко-римской борьбы его привел отец – прославленный тренер Сергей Изабиеворота. И за 14 лет спортивной карьеры борец неоднократно становился призером чемпионатов мира, Европы и России. Он всегда с теплотой вспоминает своих наставников. А вот уже два года его тренирует Рамазан Арсланович. Уже борьба в принципе в моем вырасте уже должна быть собрана, должен быть коронный прием. Чем мне помогает – это тонкости, нюансы. Сейчас Арминак Гайбарян больше времени уделяет административной и секционной работе. Он, как старший тренер, отвечает за соревнования, подбирает достойных спортсменов и продолжает развивать греко-римскую борьбу на Дону. Валентин Матвиенко, Владимир Голодский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Сильные донские наставники в воспитании дзюдоистов. Анастасия Нужненкова из Новочеркасска на своих первых крупных международных соревнованиях завоевала высшую награду. Виктор Леонтьев побывал на тренировке и даже испытал на себе силу и технику бросков нашей чемпионки. Было достаточно трудно морально подойти больше. Физически не столько выложиться, а морально думать, как что обыграть, когда у тебя такое давление там в городе. Именно так описывает финальный бой на соревнованиях Анастасия Нужненкова. Ее оппонентка Дарья Речкалова выступала в родных стенах. А посему публика в своем большинстве поддерживала дзюдоистку в синем. Но, как признается уже чемпионка международного фестиваля, это ее только дополнительно замотивировало. А судьба медали решилась после двух в Азаре, чего как раз достаточно для победы. Подхват по две ноги. Именно так называется прием, благодаря которому в финале была повержена соперница. Фестиваль собрал несколько десятков тысяч спортсменов из 300 вузов в 26 стран. Соревновались участники в 14 дисциплинах от бутбинтона до художественной гимнастики. Отбор в состав сборной России был жестким, отмечает Анастасия. И действительно, только в дзюдо три первых места завоевали представители нашей страны. Эмоции было, конечно, трудно. И сначала отойти надо было от встречи. А потом уже, когда золотой медалью стоишь на виде стали, это все радость захватывает. Это всем нужно позвонить, со всеми нужно попереговорить. Дзюдо Анастасия с шести лет. В этот вид спорта первоклассницу привел родной брат, который и является ее тренером. К слову, династия – это не только брат с сестрой. Отец и ближайшие родственники тоже живут спортом. И вот уже 17 лет дзюдоистка на татами доказывает, что сделала свой выбор не зря. Сейчас идет подготовка к следующим соревнованиям, которые пройдут в Казахстане, а также к чемпионату России под дзюдо. Виктор Леонтьев, Кирилл Дьяченко, ДОН-24, Новочеркасск. О других спортивных событиях уходящей недели расскажем в нашем дайджесте. По традиции, новый гандбольный сезон у Ростов-ДОНа начинается после фан-встречи. И у тех, кто поддерживает команду, как всегда, большие ожидания от очередного розыгрыша чемпионата страны. Клуб представил болельщикам тренерский штаб и новичков. В формате «Вопрос-ответ» любой поклонник мог задать вопрос игроку или наставнику. Единственное, что вряд ли порадует ростовчан – это старт сезона на выезде, а не дома. 6 сентября команда в Новороссийске сразится с новичком первенства «Черноморочкой». А первая домашняя игра пройдет 10 сентября против Агу Адыев. После продолжительной серии неудач футбольный клуб Ростов одержал долгожданную победу в матче с «Локомотивом» и переместился с последней на первую строчку группы «Б» Кубка России. Причем результат встречи предсказал экс-капитан «Желто-синих» Александр Гацкан. А команда, видимо, решила притворить в жизнь этот прогноз. Каленков сначала открыл счет на 24-й минуте, он же на 37-й в окружении защитников выиграл вверх и скинул мяч на Ваханию. Тот в касание прошел Гильерме и удвоил преимущество. Гости же к воротам Медведева подошли только на 70-й минуте, а на 71-й внезапно один гол отыграли. Текнизян подал в штрафную. Первым на мяче был Глушенков – 2-1. Ростов победил. Осталось также показать себя и в чемпионате. К тому же ближайшая встреча пройдет уже в это воскресенье с другой столичной командой – «Динамо». Песчанокопская «Чайка» устроила настоящий праздник для болельщиков в матче с московским «Велесом». На 9-й минуте столичный вратарь был бессилен. Его визави Данила Боков нашел передачей Хохлачева, а тот уже отдал голевую на Долгова. Ему же на 34-й ассистировал Ивашин. В начале второго тайма Хохлачев превратил остаток матча в формальность, забив третий гол. Спустя 10 минут Долгов мог записывать в свой актив хэт-трик, но перекладина помешала форварду это сделать. И все же связка нападающих снова организовала взятие ворот. Довел результат до разгромного 77-й номер хозяев – Эльдияр Зарыбеков. Слегка по-пижонский полузащитник черпачком отправил мяч между вратарем и защитником гостей, установив окончательный расклад сил и обновив показатели на табло. 5-0. Таковы итоги недели. Больше новостей читайте на сайте don24.ru, в наших социальных сетях и слушайте в эфире «ФМ на Дону». В студии был Александр Кучец. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова